Актерская игра Роберт Де Ниро Каноном актерских трансформаций по праву остается роль Роберта Де Ниро в классике Мартина Скорцезе 1980 года. Он тренировался на пределе своих возможностей, чтобы достичь комплекции Джей Каламото, а затем набрал целых 27 килограмм, чтобы сыграть боксера на пенсии. Четырехмесячный перерыв в съемках Роберт Де Ниро провел в кулинарном туре по Италии и Франции, налегая на пасту, сыр и мороженое. Последующие сцены снимались в ускоренном темпе, так как актер очень быстро уставал. Скорцезе в один момент даже остановил съемки, так как переживал за здоровье своего главного актера. Сам Де Ниро признался, что первые 7 килограмм были забавой, а остальные 20 тяжелой работой, за которую он и получил свой заслуженный Оскар. Шарлиз Терон Чтобы изобразить флоридскую серийную убийцу Эйлин Ворнос, бывшая модель Терон должна была пострашнее до неузнаваемости. Это включало в себя набор лишних 15 килограммов с помощью пончиков Криспи Крим и чипсов, ужасные зубные протезы, утончение волос, бритье бровей и покрытие кожи слоем краски для тату, чтобы придать ей потрепанный вид. Эта трансформация принесла Шарлиз целую массу наград, включая Золотой Глобус и Оскар. Том Круз Роберт Дауни-младший трансформировался в чернокожего солдата в комедии Бена Стиллера, однако эту трансформацию затмило куда большее актерское перевоплощение – камео Тома Круза. Он сыграл роль Лесса Гроссмана, чья фамилия в переводе с английского означает «мерзкий парень», что идеально описывает этого персонажа. Для того, чтобы сделать этого потного сального босса наиболее противным, потребовались все средства художников по визуальным эффектам. Накладные жировые прослойки, силиконовая лысина и фальшивые волосы на теле сделали его похожим на гигантский член. Да-да, именно этот эффект отвращения пытались вызвать режиссеры. Идею с пухлыми протезами кистей предложил сам Круз, как и его коронный танец. Эта роль была в строжайшем секрете, чтобы максимально шокировать зрителей. И это удалось так хорошо, что в интернете еще долго ходили слухи о возможном спин-оффе о Гроссмане. Сергей Безруков Один из самых талантливых актеров кино и театра России, имеет уникальный и удивительный дар перевоплощения. Чего только стоят его известные роли Пушкина и Есенина, которые позволили зрителям насладиться великолепной актерской игрой Безрукова. Однако его самое серьезное перевоплощение случилось в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Для того, чтобы воплотить образ Владимира Высоцкого, потребовались колоссальные усилия не только актера, но и невероятно талантливых художников по гриму. В процессе создания такого убедительного визуального образа, помимо физического грима, были также использованы новейшие технологии компьютерной анимации. Это перевоплощение оказалось настолько убедительным, что до сих пор не все зрители знают о том, что эту роль сыграл Сергей Безруков. Руни Мара Когда ей досталась главной в ее карьере роль Эмма Хакера Лизбет в киноадаптации бестселлера Стига Ларсена, она была неизвестной актрисой. Спустя 10 утомительных недель отбора и тестовых съемок ей удалось полностью влиться в эту роль. Она потеряла около 7 килограммов, покрасила в черный и обстригла свои красивые локоны, отбелила брови и сделала дюжину проколов на теле. По 4 в ухе, 3 в брови и 1 на правом соске. Почти весь пирсинг актриса сняла сразу после окончания съемок, однако оставила один на соске, чтобы не прокалывать его заново, если вдруг придется играть в сиквеле. Как заявила Мара, прокол в этом месте я уж точно не хочу повторять. Кристиан Бэйл Невероятно талантливый мастер перевоплощения Кристиан Бэйл сражает нас с каждой своей ролью. От небрежного торчка-боксера в фильме «Боец» до безумного перфекциониста в фильме «Американский психопат» все его перевоплощения достойны места в нашем списке. Однако одно из них шокировало нас больше всего. Его роль в экранизации романа Достоевского «Машинист» 2004 года. Чтобы передать зрителям этого страдающего бессонницы и параноика, он скинул 30 килограмм благодаря особой диете. В день одно яблоко, одна чашка кофе, банка тунца и иногда виски. На этой же диете сидел и Крис Хемсфорд для роли голодающего моряка в недавней картине «В сердце моря». Бэйл также начал интенсивно курить, чтобы сдерживать свой аппетит, и в итоге он стал весить жалкие 51 килограмм при росте в 180 сантиметров. Но самое интересное началось сразу же после съемок. Он резко набрал 42 килограмма мышечной массы для роли Бэтмена в фильме «Темный рыцарь. Начало». Когда техасская актриса была отобрана для роли британской пышечки и любительницы Шардоне, героини романа «Дневник Бриджит Джонс», фанаты все как один жаловались на то, что она была слишком худой и слишком американской. Однако ко второй части фильма Рене сумела исправить обе эти стороны. Она искусно владела британским акцентом, работая под прикрытием в лондонском издательском доме «Пикадор», параллельно потребляя около 5000 калорий в день, уплетая пасту, сникерсы, мороженое и бутерброды со сливочным маслом, набрав в итоге около 14 килограммов. Сейчас она снимается в третьем фильме в серии «Ребенок Бриджит Джонс», но уже с накладными формами. 11-летний перерыв, однако, сделал свое дело, и ей пришлось нанять репетитора, чтобы вернуть британский акцент. Марлон Брандо Наверняка многие из вас уже и забыли, как сумел преобразиться Марлон Брандо, чтобы войти в образ знаменитого гангстера Дона Вита Корлеоне в каминальной классике 1972 года. Несмотря на не самую благополучную репутацию в Голливуде, на него все же решил поставить Фрэнсис Форд Коппола и не прогадал. Актеру на момент съемок было всего 46 лет, но он удивительным образом сумел перевоплотиться в старика. Чтобы изобразить похожего на бульдога Вита, он носил специально созданные челесные протезы, состаривающий макияж и седую краску для волос. Он был удостоен Оскара за эту роль, но в своей собственной манере отказался его получать. Эдди Мёрфи Наверняка каждый из вас вспомнил его роль жирного чокнутого профессора. Но можете о ней забыть, самая лучшая трансформация этого комика случилась в фильме «Поездка в Америку» 1988 года. В этом фильме он играл сразу несколько ролей, в том числе и роль еврейского клиента парикмахерской Соло, который внес главный вклад в комедийность этого фильма. Мёрфи и режиссер фильма Джон Лэндис задумали этого персонажа как ответ еврейским комикам, которые пытались изображать черных в начале 20-х годов. Мэтью МакКонахи Когда-то МакКонахи не мог удержаться, чтобы не обнажить своё тело в каждом своём фильме. Но роль, за которую он получил Оскар в 2013 году, не дала нам полюбоваться на шикарные кубики этого актёра. Являясь частью МакКонаховского ренессанса, основанная на реальных событиях драмы о заражённом спиде предпринимателя, заставила его сбросить 23 килограмма. Он сидел на диете, в которую входила диетическая кола, яичные белки, одна ложка тапиоки и небольшой кусок курицы в день. И много изнурительных упражнений. В конце концов, ему необходимо было выглядеть больным. Мэтью рассказал, что когда его вес упал до 60 килограмм, то его перестали спрашивать, всё ли в порядке. И начали предлагать помощь. Вот тогда-то он и понял, что это идеальная комплекция для этой роли. Он даже избегал солнечного света некоторое время, чтобы придать коже нездоровый оттенок. Эти актёры тоже достойны нашего упоминания. Мэтт Дэймон в роли Марка Уиттайкера в фильме «Информатор». Джейк Джилленхолл в роли Билла Хоупа в фильме «Левша». Кёртис Фифти Сэн Джексон в роли Диона в фильме «Разные вещи». Пухлый Джаред Лето в роли Марка Чепмана в фильме «Глава 27». И тощий Джаред Лето в роли Райана в фильме «Даллский клуб покупателей». Мэтью Фокс в роли убийцы Пикассо в фильме «Я, Алекс Кропс». Ну а на этом, дорогие Кадзе Крайперы, не заметили ничего странного? В одной из сцен фильма в нашем ролике есть пасхалка. Жду вашу отгадку в комментариях. Тот, кто первый напишет, что лишнее в кадре, будет упомянут в следующем ролике. Ну а если вам понравилось это видео и хотите, чтобы наши эпизоды выходили чаще, то у вас есть шанс на это повлиять. Подробности по ссылке в описании. Ну а на этом всё. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте оставлять свои комментарии и подписываться на наш канал. Капик Райан. Мы режем кинолит.